Приветствую гостей канал Дачный Креатив, я Елена. Сегодня хочу поделиться с вами идеями декора подносов. Собрала вам все подносы, которые есть у меня сейчас на даче. Я делала много, в подарок. Так что то, что у меня осталось здесь, то, что я делала для себя, я вам покажу быстренько, а потом уже поближе покажу на камеру каждую подносу, расскажу этапы декора. Вот такой поднос, деревянная заготовка из массива, из такой формы. Здесь уже ручки предусмотрены. Здесь для всех подносов и для всех работ декупажа единые этапы работ. Первый – это зашкуривание, подготовка поверхности и обеспыливание, и потом грунтовка. Ну, здесь то же самое я сначала зашкурила, потом обеспылила, загрунтовала, затем наклеила фрагмент рисовой бумаги, вырывала рисовую бумагу. Здесь из одного, одна рисовая бумага, бабочку добавляла уже и из другой рисовой бумаги. Такой подночек получился. Потом я покрасила вокруг мотива зеленой краской, такой цвета хаки, припыленной зеленой. И сверху еще спонжем, можно губкой, можно спонжем, нанесла, немножко высветлила цвет. Здесь вот по ребрышкам, не знаю, будет видно, сейчас на камеру поближе покажу, потом еще покажу конкретно каждый поднос на камеру поближе. Здесь на трафарет наносила структурную пасту. Начался вот такой орнамент на стенках подноса. Стенки этого подноса прямые, не скошенные. Понравилась мне такая форма, он большой, очень удобный. Так, следующий поднос. Вот такой подносик. Здесь тоже предусмотрены уже ручки. Здесь на мотиве титул, здесь также зашкуривание поверхности, обеспыривание и потом грунтование. Здесь оборотная сторона у меня просто нанесена морилка без грунта. На зашкуренную поверхность есть полки на носилке, есть просто морилка. На лице, в внутренней стороне, в односу, здесь я надела грунт и, соответственно, краску. Здесь использовался в центре по рисовой бумаге двухшаговый карфелер, по стенкам и вокруг мотива одношаговый карфелер. Здесь двухшаговый карфелер с затиркой порошком порпурин, блестящий, золотого цвета. Здесь у меня такая экипеточка, я заказывала на сайте Алиэкспресс, хендмейт. Поднос я делала в подарок учительнице моей внучке. Делала два подноса, и внучка выбирала, какой поднос подарит учительнице, и поднос остался у меня. Ну, поближе потом еще тоже покажу. И здесь вот на оценках тоже использована трафарет и структурная паста. Структурная паста здесь золотая. Следующие два подноса. Здесь без ручек. В этот поднос продавался, здесь тоже заготовочка деревянная из массива. Заказывала я такое специальное, мне очень нравится такая форма квадратная. Здесь тоже прямые стеночки, не скошенные. И здесь не было ручек, и я специально покупала в воде вот такие ручки. Это мебельная фурнитура. Крепятся они вот отсюда, изнутри. Там, к сожалению, винт длиннее, чем нужно, чем толщина заготовки. Муж не отсидевал. Здесь я не стала ничем закрывать. Хотя можно было как-то закрыть, но я не стала закрывать. Они у меня, в общем-то, не улучшают, то есть эти винты. Здесь петушок. Тоже рисковая бумага. И одношаговую крепелю по стенкам. Подносом. И вокруг мотива. Также грунт, также первой своей краски зеленой. Потом одношаговый крепелю, а потом уже краска коричневого цвета. На обратной стороне я здесь просто сделала вот так, чтобы я его щит немножко потерла. Вначале она перела свечкой, а потом шкуркой убрала верхнюю свою краску. Здесь крепелюра нет. Такой подносик получился. Такой еще подносик. Здесь тоже ручки купленные вводы в мебельные фурнитуры. Это вообще продавалось в заготовку не для подноса. Это либо для панно, либо для ключницы. Заготовка. Это фанера. Вот такие вот мебельные ручки. Тоже крепятся они с обратной стороны. И здесь вот были видны, прошу прощения, были видны шурупы. И я их закрывала вот такой. Это для мебели на ножки крепятся на стулья. Некоторые подушечки поднимутся. И тоже рисовая бумага. И вокруг по окраске нанесена структурная паста. И мастихином структурной пасты я здесь продавала рельеф. Я хочу еще показать вам поднос, который я переделывала. Бывало ему вторую жизнь. Был вот такой поднос. Жорстовский. Но, к сожалению, он у нас заржавел. На нем стоял самовар. Протекала вода. И он заржавел. И очень жалко было мне его как-то выбрасывать, реставрировать. А был сложный, я так думаю. И не хотел. Хотел попробовать делать что-то вот подобное. Но на будущее, если что-то мне с этим подносом так же случится, здесь можно что сделать. У этого подноса выпуклый вот этот рисунок, он выпуклый. Чтобы наносится все вручную. И можно просто было здесь загрунтовать поверхность. И сухую кистью почернуть вот этот выпуклый рельеф у цветочков. Тоже, может быть, получилось бы интересно. Это на следующий раз. Если что-то с этим подносом звучит, я так попробую. А это я сделала вот таким образом. Здесь я просто ошкурила поверхность. Хорошо очистила от пыли. Загрунтовала. И наклеила мотив из рисовой бумаги. И покрасила. Здесь тоже постаралась делать, чтобы цвет был посложнее, посветлее, потемнее. На этом подносе очень хорошо видно, как можно подчеркнуть. То, что на рисовой бумаге такие волокна, я показывала в обзоре о рисовой бумаге. Там в структуре рисовой бумаги волокна более толстые. И вот они очень хорошо подчеркиваются, когда приклеите. Видите, они повыше, чем сам мотив. И очень легко подчеркнуть сухой кистью или спонжем. Когда будете делать уже отделку работы. Вот такой патрон получился. Вторая жизнь, он еще долго прослужит. Прекрасно, кстати говоря, моется. Но, естественно, нельзя его замачивать. Это и водный лак. Но, если все равно мочили и сплочки, он прекрасно протирается влажной тряпкой. Даже можно просто водой помыть. Кстати, поднос очень хорошо и долго служит. Сейчас я подробнее каждый поднос поближе на камеру покажу. И еще раз прокомментирую. Пока не прощаюсь. И теперь то же самое покажу при электрическом освещении поближе. На этом подносе по мотиву двухшаговый крапелюр. Сначала наносится один шаг. Потом дается время для просушки. И потом уже наносится второй шаг крапелюра. А потом затираются трещинки любым порошком. Можно папуриным. С блеском можно просто другого цвета порошочком. А потом уже сверху покрывается, закрепляется акриловым лаком. По краям и по стенкам двухшаговый крапелюр. Наружная сторона подноса просто покрашена водной морилкой. По трафаретам золотой хвосты нанесен рисунок. Птички и виноград. И немножко действовал же эффект акракле. Уже в морилке я несколько мазков сделала крапелюрным лаком. А потом затирала паркурином. Этикетку поближе покажу вам. Это я покупала, заказывала на сайте Алиэкспресс. Симпатично смотрятся пропилюрины. Если поближе, сейчас я вам попробую показать. На обратной стороне просто морилка и водный лак. Поближе очень хорошо видны трещинки. И следующий поднос. Здесь тоже мотив петух. Рисовая бумага. Этапы те же. Ошкуривание, обеспыривание, грунтование. Наклеивание мотива из рисовой бумаги. Я предпочитаю работать с рисовой бумагой. Рисовая бумага тонкая. Мотивов очень много. И заморачиваться салфетками не всегда хочется. Ну и потом после наклеивания мотива наносится первый слой краски. Здесь зеленая краска. Потом одношаговый крапелюр. И затем уже второй слой краски. Здесь коричневый второй слой. Ну и потом уже немножко добавила золотого воска. Ручки. Здесь также купленная в обе. Это мебельная фурнитура. Крепятся они изнутри. Здесь вот видны винты. Муж отфиливал, потому что они длиннее были. И по толщине получалось, что они торчат. Стенки поднос намного тоньше, чем фасады мебели. Поэтому пришлось отфиливать. А на обратной стороне так называемый шей-бешик. Это по первому слою краски. Стирается свечка. И со второго слоя уже наждачная бумага стирается по свечке слои краски. Такой подносик получился. Достаточно маленький, симпатичный, маленький. Очень удобный, функциональный. Всеми своими работами я пользуюсь. Подносами, бутылками, шкатулками. Вот такой еще подносик. Мне захотелось сделать верхнее крепление ручек. Это тоже ручки, купленные в обе мебельной фурнитуры. Это заготовка не под носа. Это либо для ключницы, либо для часов, для чего угодно можно использовать. Но вот мне захотелось сделать поднос. Здесь рисовая бумага по краю. Структурная паста. Мастихином нанесла рельеф. Покрасила все серой краской. И металлизированной краской немножко придала ребрам блеск. Такие ручки бронзовые мне понравились. И очень удобно, кстати говоря, в использовании поднос. Это фанера, заготовка фанерная. Вот отсюда крепились ручки. Мне пришлось здесь наклеивать такие вот подушечки, которые крепятся на стуле, на стол. И это на самом деле даже удобно. Он удобно стоит, поэтому на столе. И удобно очень в использовании. По поводу грунтования хотела еще пару слов сказать. Я всегда грунтую светлым грунтом белым. Потому что тонкая рисовая бумага, тонкие салфетки просвечивают. То есть грунтовочный слой просвечивает сквозь салфетку, когда вы ее наклеиваете. Поэтому лучше белый грунт. И еще вот такой поднос. Здесь этот поднос я делала... Вот у меня был такой поднос, наподобие. Только другой рисунок. На нем стоял самовар, и он зажавел. Я уже это говорила. И вот я из него сделала докупажную вещицу. Этот поднос тоже очень симпатичный. Но вот этот поднос мне тоже захотелось сделать именно в таком стиле. Здесь рисовая бумага, опять же, те же самые этапы. Я очистила это от ржавчины хорошо, зашкурила. Потом закрунтовала, наклеила. Мотив из рисовой бумаги. Мотивы из рисовой бумаги я вырываю. Здесь хорошо видны волокна, которые присутствуют в рисовой бумаге. Очень хорошо они выделяются. С сухой губкой я выделяла эти прожилки на рисовой бумаге. Мне вообще нравятся эти прожилки. Некоторые считают их недостатком, а мне очень нравятся они. На обратной стороне просто вот такой у меня сложный цвет. И к тому же я здесь еще промакивала губку с металлизированной краской и с ложком для того, чтобы немного наносить именно на рисовую часть именно сухая, чтобы была губка. Вот такие подносики у меня получились. Поближе еще покажу поднос, как хорошо выделяются прожилочки. И вот еще такой поднос у меня большой. Здесь совсем простой декор. Грунт, рисовая бумага, покраска зеленым цветом сначала, пыльным зеленым, а потом в осветлении. Единственное, что здесь еще применено, это трафарет. Это рисовая бумага обычная, тоненькая, приклеена. Бабочка из другого листа рисовой бумаги я вырезала. Такие тонкие, которые маленькие мотивы, где хорошо прорисованный рисунок я вырезаю, а в основном я вырываю. Здесь трафарет. Рисунок нанесен при помощи трафаретом и стихийным структурной пастой. И потом уже я покрасила сначала зеленой краской, а потом уже более светлой. Это поднос из массива. У меня есть видео в серии декупаж для начинающих краски и заготовки для декупажа, и все средства, которыми я пользуюсь. Так что здесь я их не показываю. Это получилось очень длинное видео. Просто здесь это видео про идею декора. В следующих обзорах будут идеи декора бутылок, декор по стеклу. Покажу вам свои бутылки, то, что я делала, и покажу свои ошибки, если у меня есть некоторые моменты, которые я хотела бы обратить внимание, для того, чтобы вы не повторили моих ошибок. На этом прощаюсь. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok